ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 На Николаевской улице дом 12. Этот дом сохранился. Улица, конечно, переименована. Семья была большая. Была ее старшая сестра, красавица Белла Изабелла Геодна. Была замужем за французом по фамилии Аллен. У нее был брат и была мать. Она очень ее любила. Любила, потому что мать ей была близка тем, что мать любила искусство, любила литературу. Она вспоминала, когда ей было 8 лет, она вдруг услышала в доме впервые крик матери. Мать кричала и горько плакала. И держала в руках газету. И Фаина не могла понять, а что же произошло. А в газете был портрет Антона Павловича Чехова. Чехов умер в этот день. И мать удала. И с того момента Чехов стал ее любимейшим автором. Любимейшим. Ее тяга к актерскому искусству, тяга к сцене была настоящей, подлинной. Она была живая. Она любила перевоплощаться в самые разные образы людей. Она умела копировать людей. Она умела проникать в суть другого женского характера. Ну, конечно, отец. И хотелось слышать о том, чтобы Фаина, неуклюжая, некрасивая, не имеющая никаких внешних данных, для того, чтобы стать актрисой, пошла бы на сцену. ПЕСНЯ Летом ездили в Крым, отдыхали в Евпатории. В Евпатории часто жили рядом с домом Андреева. В этом доме в 2010 году она познакомилась с очень элегантной, красивой, очень особенной молодой актрисой Московского художественного театра, которая была тогда уже очень знаменитой в Москве Алиса Коуна. Фаина Георгиевна была постоянно внимательна к Алисе Георгиевне. Она восхищалась ей всю жизнь. Ей нравился ее голос, ее стиль, ее манера, ее пластика. Она очень многому в молодости училась у нее. Она приехала в Москву вскоре после встречи с Коулинг в Крыму. Издавала во все театральные училища. Ее никто не принимал. Все удивлялись. Какая-то рожеволосая, большая, неуклюжая, некрасивая. Никто не видел этих лучистых глаз. Ее не принимали. Да, красота – это страшная сила. Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на Тишинский рынок и в кооператив. У нее было очень много свободного времени. Она очень много времени проводила в Московском художественном театре. Очень много. Она боготворила Станиславским. Учителем был Станиславский. Я никогда у него не училась. Но я-то так много его видела. И так этим наслаждалась, и поражалась, и восхищалась, что он остался у меня в памяти до самого моего смертного часа. Но десятки раз видела его воля Куртицкого. Вишневый сад ее покорил до такой степени, что она решила переименовать себя. И она отказалась от фамилии Феридман и стала называться Ваневской, как зовут героиню Вишневого сада. А видела она его близко в жизни, один единственный раз, когда она шла по Леонидскому переулку, а он ехал в пролетке. И она бежала за ним и кричала ему, «Мальчик мой дорогой!» И он стал смеяться, стал спинуть извозчику и посылал мне приветы и воздушные поцелуи. И после этого я слегла от переживаний и волнений. «Пустите меня!» А она поплетнела. «Берите меня!» «Пустите его, Валентина!» «Нет той силы, которая могла бы нас разлучить!» К концу жизни она называла мальчиком только свою дворняшку, собаку, которую она любила, по-моему, не меньше, чем она любила Станиславского. Потому что для него она и ради него. Она ходила в магазины, все покупала для него. И вообще, когда мальчик болел, она не могла играть. Я очень хорошо помню, как директор Театра Массовета. Это был последний театр, в котором она провела почти 20 лет, где служила Фаренгердна. Плосик рассказывал мне в кабинете, когда он играл на Фаренгердне, «Но, может кто-нибудь посидеть с мальчиком?» Она говорит, «Нет, он не может остаться без меня». Я набрала его в театр. И мальчик гавкал так в ложи, что играть было очень трудно, потому что был слышен лай. И Лосев снова приходил к ней и говорил ей о том, чтобы мальчик лаял, ну, не так громко. Она отвечала ему, «Это невозможно, потому что он не переносит голос Славы». Слава – это был Плята. В период, когда она ссорилась с Плятом, она умышленно приносила собачку в грим-уборную. Обязательно поворачивала радио, и как только Плят начинал говорить, собака начинала лаять. Мы все понимали, что все ее фокусы, все это вполне можно перенести за то счастье, когда она выйдет на сцену. Лойша, тебе нравится здесь? Голова как у идиотки стала. Мистер Санглор, Луся, тебе нравится здесь? Очень нравится. Ну, садись. Вы могли бы сказать, мистер Санглор, глядя на мою жену, что она мать пятерых детей и бабушка десяти внуков. Что вы? Я просто не могу поверить в это. И я не могу поверить. Потому что 50 лет пролетели как один день. А жизнь ее сценическая, реальная ее жизнь, она сложилась совсем нелегко. Потому что когда ее долго никуда не принимали, и она сдавала экзамены, ничего не получалось. Она жила, деньги уходили. Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю, как лошадь. Бегаю, хлопачу, выпрашиваю, воспрашиваю, выпрашиваю, очаровываю. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. Она все время стояла около подъезда Большого театра, откуда выходит актер, потому что она влюблена была в балерину Екатерину Васильевну Гельцев. Я помню, когда я был студентом первого курса, как Гельцев шла по улицам Москвы с очень сильно намазанным лицом, в накидке из чернобулах лист, и на этой накидке чернобуры был прикреплен орден Ленина. А на голове была какая-то немыслимой красоты красная шапочка маленькая и вуалетка. Просто на улицах в те годы такие люди не ходили и не были так одеты. В этом было что-то экстравагантное. И когда я читал потом в Раневской о том, как она подружилась с Гельцев, и как Гельцев звонил ей по телефону ночью и спрашивала ее «Вскажи мне, Фаина, я забыла, как зовут Гремина Вевгения Онегина». И Фаина Гельцевна была всегда обескуражена, потому что вопрос она задавала самый неожиданный. Она дала ей записку к своей приятельнице, актрисе Неридовой, которая держала антропризу в Малаховке. Там был дачный театр. И летом там шли спектакли, там играли очень знаменитые московские актеры. И по записке Гельцев и Лавион Певцов ей дал роль без всякого текста, без единого слова спектакли «Тот, кто получает пощечины» по Леониду Андрееву. Она ее спросила «Ну а что я должна делать в спектакле?» Она ответила «Ну как что? Вы должны меня любить». Вот и все. Весь спектакль. И она любила его весь спектакль. Страстно. Она плакала даже от своей безумной любви, которая переполняла ее. Да, но эти наши отношения не могут латься. Прости. Детский зал не обращал внимания ни на какого певцова и ни на каких знаменитых актеров. Все смотрели на Раневскую. И она любила его и рыдала. Успех она имела грандиозный. Но когда пошел занавес, и когда уже кончились овации, она все равно за кулисами продолжала рыдать. И Пепцов ее спросил «Фаина, а что вы плачете сейчас?» Она говорит «Я продолжаю вас любить». Он сказал «Кому-то из нее выйдет очень большая актриса». Лучшее ее время, как она любила вспоминать, это годы ее жизни провинции. Когда она в Ростове увидела в первый раз очаровательную Павлу Леонидовну Вульфу. Ее называли тогда вторая комиссаржевская. И Фрэнгер она была покорена ее талантом. Она пришла за кулисы к ней и сказала ей какие-то очень теплые слова. Сказала, что она хотела бы не учиться. и Павла Леонидовна Вульф сделала из нее актрису. Она никогда меня не хвалила, а всегда говорила «Ты можешь лучше». А вот когда ты будешь собой довольна и придешь от себя в экстаз, от своего дарования, значит, тебе уже конец ты уже не актриса, а кабутин. Она переиграла огромное количество ролей. 200 ролей за 10 лет. Никто не видел все то, что я делал. Лучшее, что я делал, я делал в украинстве. В 69-м году она решила почитать, сколько она сыграла ролей в Москве с 31-го года по 69-й, то оказалось, что только 38. Из них было очень много эпизодов. Она играла в Епатории, в Севастополе, в Симферополе. Она приехала в Таганрог. В Таганроге она узнала о том, что ее отец совсем не собирается жить при новой власти. У него был собственный пароход, свой. Он на своем пароходе, вместе со своей семьей в январе 1918-го года ушел в Черное море и уехал на Запад. Она не видела своей семьи 30 лет. Пройдет жизнь, кончится Вторая мировая война. Григорий Александров пригласил ее сниматься в фильме «Весна». Знаменитый фильм, его все знают, его довольно часто покажут, где она играла тетушку Никитиной, а естественно в главной роли была звезда советского кино Любовь Петровна Орлова. И Фаин Гюридна была счастлива, что она снимается в этой ленте. Скорая помощь, помощь скорая, белая горячка, горячка белая, кто больной, я больной, Маргарита Львович, Пардон, Лилия Маргаритович, выезжайте моментально. Но главное было то, что Александр гарантирует, что они уедут сниматься в Прагу. В Праге жила ее семья. Отца уже не было живых. Куда жива мать, брат и сестра. И она каждый вечер бывала у них. Внимание, тихо, приготовились. Пышка открыла дорогу Раневской в кино. Она играла мадам Лавуазье. Это можно смотреть сегодня, хотя это не мое кино, бесконечно. Пышку играла Галина Сергеева. Пикантная, изящная, такая телесная женщина, которая в своей жизни, по-моему, сыграла две роли в кино. Пышка и актриса. А Фейнгерна играла остро, резко. Она понимала, что ее муж все время наблюдает за этой пышкой, потому что той была фантастическая, как сегодня сказали бы, сексуальная председательность. До войны были фильмы, которые стали классиками. Ну, я не говорю уже о знаменитом фильме «Подкидыш». Дайте что-нибудь музыкальное. Вот свисток у вас. Дайте, пожалуйста. Рубь 30. А еще что? Вот дудочка, дудочка. Дайте дудочку. 2,54. Нет, мне мотив не нравится. Муля, не нервируй меня. За ней ходили толпы мальчишек и кричали «Муля, не нервируй меня». Она поворачивалась и демонстрировала ту ненормативную лексику, как принято теперь говорить, от которой мальчишки визжали еще больше и продолжали все равно идти за ней. Однажды, когда она шла рядом с женщиной, которую боготворила Анна Андреевна Ахматова, а сзади бежали мальчишки и кричали «Муля, не нервируй меня», на что она первую ночь спокойно и сказала «Фаина, успокойся, у каждого из нас есть свой муля, у меня есть стихи, сжала руки под темный вуалью, а чего ты сегодня бледна от того, что я терп и печалью напоила его до пьяна. Это тоже мой муля, что же делать? Ифаин Георгиевна немедленно подчинялся». Я вспоминаю строчки Анны Ахматовой «И было сердцу ничего не надо, когда пила я этот жгучий зной Олегина воздушная громада, как коллока стояла надо мной. Я счастливая, мне везло на прекрасных людей, светлых, чистых, добрых, человечных. Я таких много встречал». Вышло постановление Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И все в школе, в институтах изучали этот доклад, где уничтожали и уничтожили гениального Зощенко и уничтожали Ахматову. Первым человеком, которая из Москвы приехала к Ахматову, была Раневская. Она, наверное, была одна. У нее были синие губы, дрожало лицо. Она легла и лежала лицом к стене. Рангель не знала «Как быть? О чем говорить?» Она выскочила из квартиры, побежала, купила еды, чтобы накормить Анну Андреевну. Та есть не хотела. Она повернула лицо и сказала Фрэнгель не «Скажите, для чего этой великой стране, которая победила Гитлера в войне, понадобилось танками пройти по грудной клетке одной старой женщины?» И Фрэнгель не заплакала. Пожалуй, первый раз. К тому времени она к 46-му году уже сыграла и свой самый знаменитый фильм «Мечта». В мечте она играла главную роль. Главных ролей больше у нее не было никогда. Какие 40 злот? Мне нужно 40 злот, скорее. Что стоит проектом, Лазарь? Все это не важно. Все это я расскажу потом. Дай мне 40 злот. Посмотри мне в глаза. Где ты взял деньги на ресторан? Ворох обокрал мать. Обокрал родную мать. Подлежь, она умоляет. Ты же обокрал мать. Обокрал родную умоляет. Умолди. Люди, что же вы молчите? Ну, посмотрите на него. Посмотрите на моего сына. Умоляет. Я ночей не спала. Я куска не доедала. Ты мне не сын. Негодяй, ты домашний вор. Пусти. Не пущу. Пусти. 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 Я сдохну тут на пороге. Не пущу. Пусти, мама. Не пущу. Через мой труп ты подойдешь к деньгам. Только через мой труп убийца. Фильм снимал Михаил Ром. Она играла старую еврейку Розу Скороход. Огромное количество красок было в этой роли. Никогда не забыть, как Раневская с Адой Войцек. Она играла соседку по квартире, которая просит ее дать объявление в газету для того, чтобы найти мужа. Сто лет составляете объявление до сих пор не научились. Пишите, я вам буду диктовать. Девица с приданным очень хочет выйти замуж. Согласна на любой возраст и наружность, кроме прокаженных и сумасшедших. Лишь бы были деньги. Так не пишут. Так, конечно, не пишут. Так думают, милая моя. Фильм имел невероятный успех. Руслан прислал письмо Сталину по поводу этого фильма. Чарли Чаплин называл ее величайшей актрисой. Михаил Чехов был поражен, что в Советской России живет истинный гений, каким она действительно была. я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такую возможность. А театральная судьба это особая тема. Фейнгенна в 31-м году поступила в камерный театр. И первая пьеса, которую она играла, была патетическая соната. Сталин Таилов. Он ей дал роль проститутки Зинки. Она не хотела играть. Она даже приходила к Александру Яковлевичу и говорила о том, что ей будет очень трудно репетировать, потому что она совсем не знакома с этой профессией. Но он убеждал ее в том, что она найдет ключ к характеру. Зинкой действительно в патрической сонате восхищалась Москва, что пугала Таилова, потому что изменился контингент публики. почти все женщины, которые привычно стояли на площади трех вокзалов, вдруг полюбили театр и ходили в самый изысканный театр Москвы, в камерный театр, эстетский театр. Он даже подошел к одной из них и спросил, а почему вы так часто приходите на патетическую сонату? Он сказал, ну что вы, а Зинка сжимая профессии? Это такие приспособления, которые в голову даже не могут прийти. В каменном театре она пробыла очень недолго и вскоре она ушла в театр Красной Армии. И в этом театре она сыграла роль, которая была очень существенна и важна. Она сыграла басу Железнову Горького. Она любила эту пьесу. Ставила ее режиссером МХАТа Елизавета Телишева. У нее были споры, конечно, как всегда с режиссером, а с режиссером она спорила всегда по любому поводу, потому что у нее на все была своя точка зрения. Не любили меня режиссер. Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Она потом уже признавалась, что она была не совсем права в своем восприятии, но пьеса ее потрясла, и те, кто видели, говорят, что это была одна из гениальнейших ролей Раневской, Баса Железного. Горький вообще всегда интересовал ее. Ее интересовал его дом, она бывала и у Тимоши, Тимоши зовут вдову сына Горького. Сейчас ее нет в живых. Она помнила девочек, внучек Горького, Марфу Максиму, Дарью Максиму. Она была знакома с Екатериной Павловной Пешковой, была знакома с Марьей Федоровной Андреевой, второй женой Горького, красавицей, в прошлом актрисой Московского художественного театра, последние годы директором Дома ученых. Время навещала ее постоянно и всегда вела разговоры об Ассе Железновой, которая не отпускала ее. В Сятой Красноярме она сыграла несколько значительных ролей, а потом из театра ушла. А вот о чем я горюю, это о том, что ушел из театра трепет, трепет, самое главное для актера, трепет. она неожиданно получила приглашение от режиссера кино Игоря Савченко сниматься в фильме «Дума про казака Галоту». «Дума» написала о том, что он не знает, что делать, потому что роль есть у Папа, а у Папади роли нет. Фрэнкельна очень быстро нашла вытасположение. Из Папа мы сделаем Пападью и ничего не изменится. И это был великолепный эпизод. И эпизодов в ее жизни в то время было очень много. В фильме «Ошибка инженера Кочина» она играла жену портного Иду и, по-моему, произносила всего одну фразу «Абрам, не забудь надеть калоши». Эту фразу повторяла вся Москва. Всегда это была острая сатира, такое гражданского решения, талантливое, мощное, сильное. Загадание на картах или на бараньей косточке я беру десять рублей за сеанс. Не убивайтесь, милая. Я ведь могу приворожить к вам мужа обратно научным методом. Приворожите. Верните мне мужа. За приворот жены к мужу пятнадцать рублей. За приворот мужа к жене пятьдесят рублей в новых деньгах. Пятьдесят. У меня такса, милая моя. Я ведь заклинаю на полупроводниках с биотоками, а это вредит здоровью. Я работаю с гарантией. С гарантией. Но не забыл театр. И она ушла в театр Кохлопков. В театр Маякопска. Кохлопков не был ее режиссером. Режиссер самый большой Александр Сергеевич Пушкин. Она играла бабушку молодой гвардии закон чести Штейна. А лучшей ее ролью в этот период была роль в песне Елен Хеллман «Лисички». Она играла женщину, которая любит выпить, которая знает, что ей изменяет муж, которая понимает свою беспомощность в этой жизни. И когда муж бил ее по физиономии за то, что она пьяна, зонт всегда вздрагивал и как бы закрывал руками лицо. Потому что было такое ощущение, что ударили его. К этому времени не была одна серьезная травма. художественная она хотела сниматься у Эйзенштейна. Она мечтала сыграть Ефросиню Сталицкую в фильме «Иван Грозный». Ее утвердил Эйзенштейн, но вычеркнуло руководство Комитет по делам искусства. Она это всегда приписывала пятому пункту в паспорте. На роль Ефросини Сталицкой была назначена другая актриса Серафима Бирман. У нее в паспорте в пятом пункте было написано, что она молдаванка. Это ее спасло. Она гениально сыграла Ефросиню Сталицкую. Ефорина это не могла пережить. Для нее это была беда. Потом она пришла в театр Моссовета к Завадскому. И это были очень странные отношения. Можно было бы написать многотомную биографию о взаимоотношениях Юрия Александровича Завадского и Фаина Георгиевна Раневской. Потому что они были очень разные люди. Завадский красавец, эстет. Кстати сказать первый муж Ирины Сергеевны Вульф, дочери Павла Леонидовны Вульф. Когда-то в студии Московского художественного театра в последствии долгие годы художественного руководителя театра имени Моссовета с Фаиной Георгиевной. У него всегда были конфликты. Особенно на репетициях пьесы Билли Белоцерковского «Шторм», где она фантастически играла маньку. Я, знаете, комиссар, сменяла в артистке. Гуся, на платье это граммофон. Так платье у него все как есть разглажится. Граммофон не поет. Артистка еще интеллигентная у цирки на голове ходит. Так понимаешь, каждый норовит тебя сорвать. Чего меня вот сейчас за росту вали? Ну чего меня взяли? Я же самого на мне торгую, комиссар. Ну шо эйбо, краденого не прячет, так они приходят. Мне ж невдобно перед суседем этим. Так, родные живы? Не, все меня помирали. И папаша, и мамаша. Сирота я. Семейное положение? Шороке. Муж, говорю, есть? Не, я баришня. Однажды он разозлился на нее и кникнула ей вон со сцены. Она беспаузом ответила вон из искусства. Все перепугались, что будет сейчас. Заводский спустился в зал и ушел. Ваен Георгиевна сказала, когда он сейчас? А, это время, когда он обычно идет пикать. Через пять минут он вернется. И он вернулся. Все было, как она говорила. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. солдаты, во дворец, босиком за королевской тещей, шагом марш, ура! в 55-м году ему пришла в голову мысль вести ее на роль Морецкой госпожа-министерша Нушича. Перепетелось ему с ней не хотелось, а ее раздражало такое отношение к себе. и произошел скандал и вскоре она из театра ушла и перешла в театр Пушкина. В этом театре она прожила под руководством Бориса Равенских 8 лет. И за эти 8 лет сыграла две фантастические роли. Деревья умирают стоя и Достоевского игрок, где она была бабушкой. Бабушку она играла восхитительно. А потом она из театра Пушкина ушла и ушла в Моссовет. И здесь она прожила долгие годы. А игра она мало. Лучше могла бы быть, судьба могла бы быть более удачной. У меня так много, у меня ничего не сыграно фактически. Все осталось при мне, что я хотела бы еще сказать. Очень много людей вспоминают И никто не может восстановить образ этой гениальной женщины. Мне хочется прочесть несколько отрывков из дневника Фаин Георги. Мне не хватает трех моих. Павла Леонидовна, Анны Ахматовой, Качаловой. Но больше всех Павла Леонидовна. Сейчас ночь, ветер, и такое одиночество, такое одиночество. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одинокой. Мне некому теперь рассказывать сны. Спектакль, который принес триумф Фаин Георги. Был дальше тишина Пляд и Фаин Георги. Родители, от которых отказываются дети. И в каждой из них определяется в дом для престарелых. Смотреть это было невозможно. Он был живым человеком. Это был не образ. Это была она сама. До свидания, Анося. До свидания. До свидания. Куда ты? Майор, дорога. Куда ты? Да. Да, я. Я. на всякий случай, если мы почему-либо больше не встретимся, я хотел сказать вам, мисс Стэнтон, что я был просто счастлив с вами познакомиться. До свидания. До свидания. Да. 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 Внимание. Экспресс Калифорния отправляется. Я была счастлива с тобой каждую минуту, каждый час. все 50 лет. Она прожила огромную жизнь, талантливейшая, озорная. Юмор ей не изменял никогда. Даже когда она была очень старенькая, ее перевозили из дома на Котельнической набережной. Она получила новую квартиру недалеко от театра. Вдруг она крикнула «Ира! Я забыла похоронные принадлежности». Все вздрогнули. «Фуфа», как ее называли в театре. «Фуфочка». Каких простая похоронных принадлежностей вы говорите? Я забыла ордена. Где? В чем мое кредо? Полосец. Вы не находите, что этот монолог Валентина несколько длинен? Правда, «Хорошие счастья лучше» было ее последним спектаклем. Я помню, как она пела свою песенку, уходила за кулисы и почему-то остановилась, посмотрела на стены, на зрительный зал и медленно ушла. Было такое ощущение, что она прощается со сцены, прощается с прошлой. «Мэй, баловница-то! Да ведь и как не побаловать? Вижу, в тоске томится. Пусть, мол, поболтает с вами, ну, для времяпровождения. А вот оно, что вышло-то, как сетка моя, голубая строчка, приказала мне, мамаша, гуляй, моя дочка, приказала мне, мамаша, гуляй, моя дочка, как сетка моя, голубая строчка, приказала... была она летом 84-го года, на 89-м году жизни. Ее все помнят, все ее любят, все ее знают. И думаю, что таких актрис, как Фаэнгель Нараневского, в мире не было, нет и никогда не будет. Никогда. Я не люблю зазнайство, работинство, не люблю актерской самоуверенности, самовлюбленности, не люблю. А главное равнодушие. Вот равнодушие это гибель театра. Субтитры создавал DimaTorzok